Я еще раз сердечно поздравляю вас, ваше святейство, с годовщиной вступления на Первосвятительский престол. Четыре года прошло уже с этого момента. Очень многое произошло в жизни страны, в жизни наших конфессий, в жизни Русской Православной Церкви. Я от души благодарю вас за неустанные труды, за заботы о Церкви, Отечестве и народе России. Я с радостью откликнулся на ваше предложение по традиции встретиться с участниками Архиерейского собора Русской Православной Церкви. И благодарю вас за это предложение. Безусловно, к этому событию приковано огромное внимание. Вам предстоит обсудить ключевые вопросы жизни Церкви и общества. Хочу пожелать вам, ваше святейшество, всем участникам Архиерейского собора, свершений вашей созидательной и высокой миссии. Русская Православная Церковь во все времена и эпохи всегда была со своим народом. Делила с ним все беды и все радости. Поддерживала его и вдохновляла. Скрепляла нравственный каркас общественной жизни, да и всей нашей национальной государственности. В основе всех побед и достижений России – патриотизм, вера и сила духа. Эти неотъемлемые свойства национального характера помогли нашему народу и в 1612 году, помогли преодолеть смуту, помогли победить в Великой Отечественной войне. Время 1812 года она тоже была великой для нашего народа, так же, как и война 1941-1945 годов. Завтра мы будем отмечать 70-летие Сталинградской битвы. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов опора на истинные ценности вдохновляла наш народ и наше воинство. Помогала нам побеждать и помогло победить. Именно сила подлинной, исторической России, России Минина и Пожарского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Сергея Радонежского и Серафима Саровского сокрушила нацизм и спасла мир. Но мы должны помнить и другие страницы своей истории, в том числе извлекать уроки из драматических событий начала XX века, когда во многом именно с размывания духовных и национальных основ, с настоящей травли русской православной церкви и других наших традиционных конфессий началось разрушение единого государства, единой страны, ее срыв в революции и потрясения, в братоубийственные конфликты и войны. Мы рассчитываем на продолжение многогранного партнерства, позитивного партнерства с русской православной церковью. Будем всячески способствовать ее восстановлению. Будем вместе с вами работать в деле укрепления согласия в нашем обществе. В укреплении его нравственного стержня. При этом традиционные ценности, религиозные чувства верующих, так же, как и права, свободы, достоинства людей, должны быть защищены и силой общественного мнения, и силой закона. Сегодня исключительно востребовано углубление совместной работы, партнерства государства и всех традиционных конфессий, Сохраняя, безусловно, светский характер нашего государства, не допуская огосударствления церковной жизни, мы должны уйти от вульгарного, примитивного понимания светскости. Русская православная церковь и другие традиционные религии должны получить все возможности для полноценного служения в таких важнейших сферах, как поддержка семьи, материнство, воспитание и образование детей, молодежная политика, решение социальных проблем, которых у нас еще очень и очень много, укрепление патриотического духа вооруженных сил Российской Федерации. Это ответ на живую потребность людей в нравственной опоре, в духовном наставничестве и поддержке. Считаю важным отметить, что усилия Русской Православной Церкви по налаживанию плодотворного диалога в рамках Межрегионального Совета России приносят свои позитивные результаты. Для нашего общества, для нашей страны национальное согласие, межрелигиозная гармония – это без всякого преувеличения вопрос исторического значения. Сегодня и в России, и в странах канонического присутствия Московского Патриархата, среди наших соотечественников на разных континентах, Русская Православная Церковь выполняет особую миссию. Она сближает государство и народы своим мудрым словом и делом, помогает найти взаимопонимание, помогает сохранить те нити, которые связывали нас веками. По сути, сплачивает многомиллионный русский мир. Хотел бы отдельно поблагодарить присутствующих здесь служителей Церкви зарубежных епархий, автономных и самоуправляемых Церквей, особенно Русской Православной Церкви за границей, единство с которой было восстановлено более пяти лет назад и так плодотворно сказалось на духовной жизни русского народа. Знаем, что где бы вы ни были, душой вы всегда были с Россией. Несёте своё ответственное служение, помогаете соотечественникам почувствовать неразрывную связь с Родиной, вместе с нами родить о её возрождении, развитии и подъёме. И в заключение, позвольте ещё раз пожелать предстоящему Архиерейскому Собору всем присутствующим плодотворных трудов и всего самого-самого доброго. Благодарю вас за внимание. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, от лица епископата Русской Православной Церкви, я хотел бы сердечно вас поблагодарить за эту возможность встретиться с вами, обменяться мыслями, выслушать ваши слова и выразить вам какие-то наши мысли, чувства, переживания. Мы очень ценим возможность диалога между Церковью и государством во всех тех странах, которые представляют собранные здесь архипастыри. Они представляют более 33 тысяч приходов, находящихся в 62 странах мира. В каждой из этих стран есть свои особенности, свои сложности, но везде, где существует диалог Церкви и государства, Церковь стремится использовать эти инструменты, эти возможности для осуществления своей миссии. В основе этой миссии то, что мы на языке богословия Церкви называем спасением, спасением человека. Если это понятие перевести в социологическую или философскую плоскость, то речь идет о полноте человеческой жизни, о духовном измерении человеческой жизни. И вот здесь, конечно, чрезвычайно важно то, что вы сейчас только что назвали словом ценности. Если духовная жизнь человека не развита, если материальная полностью поглощает все духовные интересы, то понятие ценности исчезает. Но если исчезает понятие ценностей, фундаментальных ценностей, на которых и следует устроять жизнь, то человек испытывает огромные трудности, особенно в моменты переживаний, скорбей, конфликтов, войн. Наш народ действительно выигрывал страшные войны. И вот 70-летие победы в Сталинграде дает нам еще раз возможность вспомнить об этой тяжелейшей странице нашей истории. Люди победили, потому что они знали, что они отстаивают. Они были нравственно сильными, убежденными. Вот на этом фундаменте, духовном фундаменте, только и могла быть достигнута победа. Невозможно победу достигать только внешними средствами, даже очень могущественными. Поэтому церковь, призывая людей к спасению, воспитывает в первую очередь нравственное начало, которое является сердцевиной всех ценностей. Ценности вне нравственной системы координат перестают быть ценностями мировоззренческими, перестают быть ценностями, имеющими неприходящее значение. Я еще раз хотел бы сказать о партнерстве церкви и государства. Действительно, в рамках этого партнерства развивается диалог и решаются многие вопросы. Но церковь очень дорожит тем, что она обрела за последние десятилетия. Мы действительно имеем свободу. Мы не подвергаемся никаким административным политическим давлениям. Мы сами определяем свое целеполагание, чему в том числе служат и архиерейские соборы. И мы благодарим государственную власть за то, что не вторгаясь в церковную жизнь, в смежных вопросах, там, где необходимо сотрудничество, мы это сотрудничество имеем. И, может быть, сегодня мы немного и поговорим о таком сотрудничестве. Речь идет, конечно, и о вопросах образования, социальной деятельности, заботы о неимущих, о благотворительности, о многих других вопросах. И последнее, о чем мне хотелось бы сказать, это межрелигиозный мир. Церковь имеет непосредственное отношение к национальному началу, потому что церковная культура во многом впитывает в себя и даже основывается на культуре национальной. И поэтому национальное самосознание чаще всего и связывается с той или иной религией. Поэтому религиозные организации, и в первую очередь я бы хотел сказать о Русской Православной Церкви в данном случае, несут особую ответственность за поддержание межнационального и межрелигиозного мира. И этой задаче мы уделяем особое значение. Я еще раз хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, и в вашем лице руководство Российской Федерации за тот содержательный диалог, в результате которого выстраивается стройная, взаимоуважительная и свободная от какого-либо давления система церковно-государственного партнерства. Благодарю вас. Спасибо большое, Ваше слушание. Я предлагаю выступить тем, кто выразил такое желание. По очереди у нас раз, два, три, четыре, пять участников нашей встречи. А поздно мы еще будем иметь какое-то время для того, чтобы в свободном режиме обвиняться мнениями по текущим проблемам. И, может быть, будет желание задать вопросы, я постараюсь на них ответить. Пожалуйста, обращение митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналя. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, для епископата Русской Православной Церкви не только большая честь и радость сегодняшнее общение с вами, но и счастливая возможность поделиться некоторыми насущными вопросами нашей жизни. В условиях религиозной свободы, о которой только что сказал Святейший Патриарх, Русская Православная Церковь, смогла не только восстанавливать порушенные храмы и построить новые, но и осуществлять многие формы социального служения, как это делают и последователи других религиозных организаций в России. Многое совершается в этой области, но хотелось бы расширять ее. И у нас есть для этого потенциальные возможности, но есть и определенные сложности. Так, на сегодня в Русской Православной Церкви имеется около 60 реабилитационных центров для наркоманов, 90 детских домов и приютов, около 40 домов престарелых. При этом церковные и социальные учреждения до сих пор очень редко получают финансовую поддержку от государства, живут на средства частных благотворителей. Может быть, стоит подумать о том, чтобы признать негосударственную социальную работу религиозных организаций России полноправной частью российской социальной системы. Не пришло ли время уравнять в праве получение госфинансирования церковные, социальные и религиозные организации наравне с государственными? Спасибо. Спасибо большое. Я знаю, что Русская Православная Церковь и другие конфессии, Русская Православная Церковь, особенность, имея в виду её присутствие на всех территориях Российской Федерации, активное, проводит очень большую работу в социальной сфере. И вот то, что Вы сейчас назвали, безусловно, вносит существенный вклад в решение тех острых социальных проблем, перед которыми стоит и наша страна в целом, наши люди. Люди нуждаются, конечно, в заботе и поддержке со стороны Церкви. И, безусловно, надо это признать, очень часто такие социальные учреждения работают более эффективно, чем муниципальные или государственные. Имею в виду, что, конечно, те, кто там работают, приходят на эту работу, на это служение с особым чувством. Там нет случайных людей. И это залог успеха, самый большой залог успеха. И, конечно, мы будем продолжать оказывать поддержку. Вы сказали о том, что этой поддержке недостаточно. Должен сказать, что в позапрошлом году на негосударственные социально направленные учреждения получили поддержку много или мало, 4 с лишним миллиарда рублей, а в прошлом году 8 с лишним миллиардов рублей. Этого недостаточно, имея в виду большую, растущую сеть. И, конечно, нужно дальше совершенствовать форму этой поддержки. Но есть вот одна вещь, на которую хочу обратить внимание. Если мы уравняем всё, что касается негосударственных социальных учреждений, с государственными, то тогда нам нужно будет соответствующим образом влиять на создание сети таких организаций. Понимаете? Мы же не можем, с одной стороны, просто бесконтрольно расширять сеть, не обеспечивая, не будучи уверены в том, что она будет обеспечена государственным финансированием. И в то же время это финансирование обещать. Вот это вопрос, который нам нужно в диалоге с негосударственными социальными учреждениями и с теми общественными организациями, в том числе и церковными, это делают, найти способ взаимодействия, так, чтобы эта работа была эффективной. Потому что проблем много, нуждающихся много, значит, средства выделяются на ту сеть, которая существует. Государство планирует, и правительство сейчас планирует и переоборудование, где-то что-то сокращается, где-то, наоборот, увеличивается, какие-то социальные учреждения перестраиваются и так далее. И это делается в рамках общих программ. Негосударственные учреждения подобного рода, они развиваются сами по себе и одновременно гарантировать целиком и полностью государственные финансирования просто административно достаточно сложны. Но это не значит, что мы не должны стремиться к дальнейшему расширению поддержки и находить пути наиболее эффективного взаимодействия. Мы обязательно это будем делать. Владимир Владимирович, контроль-то и сейчас во всем есть, и мы к нему привыкли, его не боимся. И у нас руки есть свободные. Хочется, чтобы расширялось это. Я понимаю, но я сейчас как раз об этом и говорю. Потребностей в этих учреждениях много. Финансирование имеет определенные ограничители. И когда муниципалитеты, регионы, либо федеральные органы власти планируют создание определенной сети, либо ее реструктуризацию, они под это количество коек, самих учреждений, работающих там людей, они предусматривают финансирование. Но это делается по какому-то плану. Хуже, лучше, но всегда есть этот план. Сети соответствующих учреждений. Негосударственные учреждения, они такому планированию не поддаются. Они возникают и прекращают существование сами по себе. Государство не руководит этим процессом. Поэтому, строго говоря, обеспечить финансированием то, что государство не создает, не ликвидирует, достаточно сложно. Но то, что нужно совершенствовать эту работу и нужно увеличивать объемы поддержки, это совершенно очевидный факт. Мы будем это делать. Спасибо большое. Пожалуйста, митрополит Архангельский, Холмогурский, Данил. Уважаемый Владимир Владимирович, в свое время вам было, вы поручили профильным министерствам разработать такой проект по финансированию реставрации памятников церковных на Соловецком архипелаге. В рамках этой программы также предусматривается целевое финансирование и других объектов культурных, которые уже переданы Русской Православной Церкви. Но, как у нас бывает в России, ВОЗ и ныне там. Прошло более двух лет. Этот ВОЗ находится в нашей Государственной Думе. Хотелось бы, чтобы вы, как президент Российской Федерации, сами или же поручили правительству Российской Федерации все-таки разработать такой законопроект и все-таки решить этот вопрос положительно. Это первое. И, прошу прощения, у нас еда, как в шампуне, два в одном. Поэтому такой же еще один есть небольшой вопросик. Вопрос следующий, что такие объекты, вот как Соловки, они нуждаются в особом правовом статусе на законодательном уровне. Соловки, Валаам, другие такие вот особенные духовные центры. Хотелось бы, чтобы вот все это получилось, чтобы был разработан соответствующий законопроект. Заранее вам благодарен. Вопрос очень важный, имея в виду объект, о котором вы сейчас сказали. И должен сказать, проинформировать вас о том, что Святейший в разговорах со мной неоднократно эту тему поднимал. Евросоюза, что переживает за то, что происходит на Соловках, считает, что этот объект подлежит восстановлению, и я с ним полностью согласен. Сейчас в правительстве рассматривается вопрос о принятии соответствующей программы. Самое главное здесь, так же, как и в случае с Валаамом, о котором вы упомянули, первый шаг – это определение статуса. Так, чтобы не было конфликтов никаких между музейным сообществом, между светскими властями. Но что касается Соловков, насколько я себе представляю, если, может быть, я чего-то не знаю, но насколько я себе представляю, там как раз никаких конфликтов нет. В целом и светские власти, и церковные власти готовы действовать совместно. Нужно, повторяю, определить статус, выработать общие шаги и определить финансирование. Мы к этому подходим. И, конечно, будем делать, стараемся сделать это так, чтобы было не хуже, лучше, чем на Валааме. Ну, что на Валааме происходит, я думаю, вы знаете. Там тоже ещё не всё решено, но, тем не менее, движение заметно. Спасибо большое. Пожалуйста, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Спасибо, Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Владимирович. В Казахстане положительно показал себя опыт партнёрских взаимоотношений различных религий и, в первую очередь, православия и традиционного ислама. Поздравляя православных жителей Республики Казахстан, президент Нурсултан Абишевич Назарбаев привёл такой образ. Над просторами Великой Степи простёрла крылья духовная птица. Правое крыло – это традиционный исторический ислам, а левое крыло этой птицы – православие, русская православная церковь. В Республике уделяется большое внимание взаимоотношениям и межрелигиозному диалогу. Межрелигиозный диалог – это прекрасный способ наладить добрые отношения между людьми разных национальностей. В наше время многие и в России, и в других странах СНГ дезориентированы экстремистскими высказываниями псевдо-христианских и псевдо-исламских лидеров. Особенно риторикой таких деятелей увлекается молодёжь, принимая их радикальные лозунги за чисто учение. Вот почему важно дать возможность традиционным религиозным лидерам говорить о межрелигиозном мире, о согласии между народами. Работа Межрелигиозного Совета России и Межрелигиозного Совета СНГ позволит укрепить межнациональный мир. И мой вопрос к вам. Возможно ли со стороны российского руководства поддержка межрелигиозных отношений на площадках Межрелигиозных Советов России и СНГ, в том числе через лучший выход в средства массовой информации, а также через проведение мероприятий в регионах? Спасибо. Конечно. У нас ведь есть целая кинокомпания «Мир». И я думаю, что мы с коллегами, с руководителями стран СНГ здесь даже не сомневаюсь, все поддержат соответствующие рекомендации в это средство массовой информации направим, с тем, чтобы традиционные конфессии республик бывшего Советского Союза и СНГ получали дополнительную информационную поддержку. Со своей стороны подумаем, что можно сделать по линии российской государственной среды массовой информации. Эта работа абсолютно востребована, очень важна, имея в виду те исторические связи, которые объединяют республики бывшего Союза и которыми мы должны дорожить, потому что они создают духовную базу нашей конкурентноспособности вообще, повышают наши возможности реализовать себя в современном, в достаточно сложном мере экономических отношений, в очень сложной конкурентной борьбе на мировых рынках, как это ни странно, но это всё связано между собой. Это мобилизует наши общие ресурсы, помогает нам налаживать отношения с другими странами и народами, даже за пределами СНГ, что в современном мире очень-очень важно. Поэтому, конечно, мы будем это делать. Мы подумаем, как это сделать спокойно, интеллигентно, не нарушая наших традиционных отношений, между Государством и Церковью. Спасибо вам.